Микс Ньюз. Утро на Балткоме. Снова мы продолжаем, уважаемые радиослушатели. В гостях у нас пилот, ведущий программы Балтик Бис, Артём Солодуха. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ведущий пилотажной группы Солодуха, Артём. Да, и вот как раз в Тукумсе пройдёт грандиозное шоу стран Балтии. Расскажите об этом. Мы им в эти выходные уже. Когда? Во сколько? Где? Нужно ли покупать билеты? Сколько там мест? Можно ли везти детей? Мы хотим знать всё. Тогда по порядку. В эти выходные, 20-21 июля, будет организовано самое большое мероприятие в странах Балтии. Называется оно Wings Over Baltics на территории Юрмальского или Тукумского аэропорта. Начало с 10 часов утра и завершится в первый день. Это в 6 часов вечера концертом с участием Месса и Легача. И в воскресенье это завершится в 4 часа вечера. Билеты можно приобрести в Ticket Shop LV. Детям до 8 лет вход бесплатно. Можно брать с собой любимых собачек, любимых животных во время мероприятий. Для них там будет безопасно. Для них будет безопасно. И вход тоже мы разрешили, потому что если человек едет из Риги, то, как правило, это мероприятие на целый день. Занимает время, дорогу. И оставлять там ребенка или своего питомца не хочется, поэтому разрешаем людям в принципе всё. А будет шумно? Шумно будет. Будут продаваться на месте наушники для детей, такие как у юных пилотов. Как у нас сейчас, да? Да, потому что в этом году первый раз за историю, наверное, в нашей Латвии у нас будут на гражданском мероприятии авиационном летать истребители военные. Это будут представители военно-воздушных сил Испании, Англии, Польши и Венгрии. Это будут боевые самолеты. И они, конечно, очень сильно шумят. Но это будет кратковременно для того, чтобы зрителям тоже было зрелищно смотреть на мероприятие. Это будут форсажные режимы, так называемые. Это режим самолетного полета, да? Ну, это всё как в кино. Да, это кратковременно, 7-10 минут. Поэтому, в принципе, я надеюсь, что половина массы людей идёт именно за этим. А будет такое, что вот самолеты летят, а за ними цветной дым такой? Будет и цветной дым, будет и пиро-шоу тоже, которое будет, скажем так, установлено на самолёте. И во время мероприятия в какой-то из этапов они включают его и начинают рисовать ещё совместно дым и пиро-средства. Ну, в прошлом году мероприятие посетили 18 тысяч человек. В этом году какую активность вы ожидаете? В прошлом году, когда мероприятие закончилось, да, в этом году мы делаем второй раз, и в прошлом году, когда мероприятие закончилось, я понял, что всё прошло безопасно и успешно. В понедельник открыл новости и увидел, что самое крупное массовое мероприятие в Латвии – это 23 тысячи людей. Тот же попросил аналитику нашего мероприятия, смотрю 18, думаю, ну, в следующем году надо точно как-то приблизиться к этой планке самого посещаемого мероприятия. На самом деле, если немножко расширено, то это мероприятие для всей семьи, для всех возрастов, потому что будут и машины, ретро-машины стоять, целого порядка 25 экспонатов. Будут картинги детям, будет чем заняться, будет целая зона большая для детей, это будут аттракционы, это будет целая палатка с дронами. То есть, в принципе, весь спектр возрастов покрыт, то есть, будут просто скамеечки, где можно будет посидеть, так что можно брать с собой мам, пап, им не придется стоять. Будет очень большая статическая экспозиция, куда будут пускать и детей вовнутрь зайти с самолета и сфотографироваться. И плюс к этому, ко всему, будут летные программы, которые… То есть, зрители, гости смогут и полетать на самолетах? После мероприятия, наверное, будет сделан промежуток времени, когда люди смогут сделать ознакомительные полеты на маленьких самолетах в районе аэродрома. А будет ли, да, самолет, по которому вообще можно полазать, попробовать, как-то там дети пощупать, детям всегда это ужасно интересно? У аэропорта Юрмова пять лет назад состоялся проект, называется он «Авиационный музей», если правильно, «Авиационный зоопарк музея». У нас уже порядка 15 экспонатов, которые раскрашены в цвет животных. У нас зебры, у нас тигры, у нас попугаи. Эти экспонаты мы во время мероприятия выставляем прямо в центр зоны для людей и разрешаем людям заходить, фотографироваться, трогать штурвалы, ознакомливаться с кабиной. И по опыту прошлого года мероприятие уже закончилось, а большие очереди стояли и дети, и семьи, и мама хотели еще раз и еще раз зайти вовнутрь и посмотреть. В этом году будет так же, и только мы в этом году добавили еще два экспоната, поэтому возможность такая будет. А вы сами будете участвовать как пилот? Да, буду участвовать. А что так грустно? Ведущий пилот вы будете взять первым, и это, мне кажется, очень большая ответственность. А с минутам вот эта вот мертвая петля, вот это все, да? Я ведущий пилот, да, летчик пилотажной группы Baltic Beats. Вообще история мероприятия. Мы в прошлом году решили отметить 10 лет нашей пилотажной группы, пригласив участников и людей в Юрмал на авиашоу. Получилось успешно. В этом году как бы это будет 11 лет уже отмечания, да, не юбилея, но день рождения. Тем не менее это будет в виде мероприятия авиационного. Да, естественно, мы будем летать, это в конце будет всего летного программы, как изюминка. Нам приятно, потому что люди уже местные, и соседи наши, и все, кто приходит, ждут нашего выступления. А вы женаты? Да. А вот как ваша жена переживает, не переживает, когда вы уходите на такие мероприятия и начинаете там лихачить, пеет ли все, вот это вот все? Я думаю, что она переживает, но она у меня очень умная женщина и не показывает этого, и старается так, чтобы у меня было на душе спокойно, когда я ухожу. Ну все-таки там у вас были представлены в вашем исполнении в том числе такие неповторяющиеся фигуры пилотажа. Насколько трудно было этого добиться, как долго вы тренировались? Да, будут элементы такие, как сердце для всех дам, нарисованные дымом, будет стрела, которая будет. А вам не предлагали, давайте вы нарисуете, мы вам заплатим, а я в это время предложение руки и сердца сделаю, ну что-нибудь такое романтичное, давайте мы поверим в любовь, расскажите. За 11 лет у нас очень много всяких различных вариантов было, и таких предложений, и дни рождения были. Делали? Что-то делали, что-то нет, летали, например, на частном мероприятии мы в Эстонии, у человека был юбилей, рисовали для него и сердце там от любимой, и такие варианты были. Какие-то варианты, к сожалению, там в силу множества разрешений или чего-то у нас не получалось. А вот на самом мероприятии к вам приходят, говорят, ребята, все равно летайте, слетайте мне сердце, напишите там, Маша, я люблю тебя, ну что-то такое. Да, тут надо понимать, что пилотажная группа это четкий и строгий состав, да, то есть у нас 6 самолетов, 6 летчиков, и когда даже организаторы из других мероприятий не вкладываются в бюджет, говорят мне, Артем, давай вот не 10, а давай вот 5. Я говорю, ну а как я смогу, мы не можем, мы либо 6, либо никак, это как футбольная команда, как хоккейная команда. Поэтому, конечно, мы стараемся разные задачи выполнять, но в рамках разумности. А самолеты ваши? Самолеты. То есть, ну вот как у, там, у вы, там, лошадь должна быть своя, например, да? И виолончель. И виолончель своя, а самолет? Да, у каждого из летчиков свой самолет. У вас есть свой самолет? Мало того, что у нас... Это же классно. А у вас как называется? Херцог Екопс. Спридитис, Талевалдис, Милда есть, Раймонд Палс. Раймонд Палс у нас был в гостях в аэропорту Юрмала 4 года назад. И мы просили разрешения, чтобы назвать самолет его именем. В конце мероприятия получилось очень удачно. Он, наверное, даже расписался на самолете. Даже у меня получилось его посадить в кабину, потому что в наших реактивных пчелках, Балтик Бис, не совсем комфортно туда заползать, выползать. Они маленькие внутри, да? Они похожи очень на истребитель, да? Это как бы есть такая начальная стадия формы истребителя. Там нет вертикальной двери, чтобы открыть и зайти, а туда надо заползать сверху. Но, тем не менее, Раймонд Палс остался счастливый. Потом ехали мы с ним вместе, и он ответил, что, Артем, да, я теперь довольный, потому что у меня есть свой самолет. Да, названный в честь. Но, говоря все-таки о трудностях, возвращаясь к моему вопросу, вот, насколько это интенсивные тренировки, чтобы выполнить это такое красивое небесное действие? Это множество, множество усилий, множество нервов, множество, скажем так, часов, полетов, для того, чтобы было все слажено. Потому что наша пилотажная группа для меня – это вторая семья, а иногда и первая. Потому что мы доверяем друг другу настолько, что мы доверяем жизни. И, находясь в воздухе, у нас не возникает ни мгновения сомнений. Во время петли, бочки – это шесть самолетов, масса которого 4-4,5 тонны. И мы летим 2-3 метра друг от друга, выполняя фигуру высшего пилотажа на скорости 800-700 км в час. То есть, ну, это уже многое говорит, даже после сказанного. Естественно, мы доверяем, много тренируемся, если что-то не получается у кого-то, повторяем. Но эти 25 минут прекрасного полета в воздухе, насколько вам кажется, земли нежной, красивой, спокойной – это другие абсолютно усилия и труды на протяжении десятки лет, которые были сделаны нами. Ну, страшно бывает? Дуракам не страшно только, конечно, бывает. Единственное, страх надо контролировать, это уже другая задача. Когда страх не контролируешь, это уже опасно. Страх, пока летчик боится, значит, его можно пускать в кабину. Как только летчик перестал бояться, есть такая пословица. Его надо закрыть дома и не пускать его в самолет больше никогда. Сколько лет вы в профессии? Мне на сегодняшний день 30 лет, я летаю в 16 лет. А в 16 лет уже можно летать? Да, наверное, я был в Атве самый молодой пилот, который получил лицензию на тот момент. Это было 14 лет назад. Да, мне нельзя, мне получил лицензию, но мне не разрешали летать одному, поскольку я не имел юридической ответственности еще. С вами сидел кто-то второй. За имущество, да. Со мной сидел совершеннолетний, который был вписан в страховку. Я хочу сразу спросить, за вот эти годы, что вы провели в небе, были ли ситуации, когда не просто становилось страшно, а когда это форс-мажор, какая-то техническая неполадка, когда нужно очень жестко и очень быстро принимать решения, и это вопрос уже жизни и смерти. Вообще профессия летчик нас учат всю жизнь принимать в короткий промежуток времени очень или самое правильное решение. Поэтому на протяжении всей жизни нас этому учат. И, конечно, такие ситуации были, но их было множество, поэтому сейчас отдельно, наверное, я не вспомню отдельно какую-то ситуацию, когда вот ярко могу рассказать. Но любовь к авиации с чего у вас началась? Любовь к авиации у меня началась с леска А4 и нарисованных ручкой инструментов. На ней, как мальчишка шестилетний, садился на диван, нарисовал себе приборную доску, смотрел фильмы и брал себе ручку управления и начинал летать на диване. А ручку управления из чего вы делали? Я уже не помню, это было либо мягкая игрушка какая-то, либо что-то, что-то похожее на штурвал. И потихоньку, шаг за шагом приблизился к своей мечте. У меня еще династия в семье, у меня мой дед был летчик, у меня отец летает, у меня братья все в авиации. Поэтому я не мог, наверное, деться в какое-то другое направление. У нас есть звонок, сейчас надевайте наушники. Доброе утро, да, слушаем вас. Доброе утро, Вадим. Слушайте, себя как-то преклонялся перед людьми вашей профессии. Себя с большим интересом, так же, как и вы из детства. Любил я авиацию, модели самолетов и летают на пассажирских самолетах, как пассажир с большим удовольствием. Но вот скажите, извините за вопрос дилетанта, вот в машинах, если провести такой аналогии, вот сегодня я катаюсь на гоночном автомобиле, например, могу сесть там на микроавтобус или на грузовик. Скажите, вот вас вот так вот посадить на пассажира какого-то или на грузовой самолет. Вот можно вот так вот сесть и полететь? Или все-таки нужна серьезная, скажем, переподготовка? Скажите, вот вы универсальный пилот или каждому свое именно по типу самолета? Да, квалификации, спасибо вам. Спасибо, но это интересный вопрос, рассказывайте вам скорее. Да, добрый день. Авиация такая профессия, и каждый тип самолета требует переквалификацию, это обязательно. То, что спросили о том, что универсально, можно ли, летая на одном типе, тут же переквалифицироваться. Ну, это из серии романтики, из серии фильмов американских. Для того, чтобы все было безопасно, естественно, надо подходить индивидуально каждому типу, каждому самолету, как отдельной единице. Изучать его для того, чтобы все было безопасно. А как же первым делом самолета, а девушки потом? Да, после полетов можно. То есть, после полетов все-таки сначала полетал, потом женился. И песню спеть, и мысли романтичные вслух озвучить, это все можно. Но вы ведь делаете такие небесные рисунки, это можно ли назвать вашу профессию творческой тоже? Я называю это театр вообще, 27 минут театра, потому что это и рисунки, которые сопровождаются цветным дымом, либо белым дымом. Это наша программа, и это музыка. Вот эти три элемента делают общую картинку. Убрав один из элементов, это сразу же не то, что зритель воспринимает с земли. И только когда эти три элемента связаны между друг другом, и программой, и дым, и музыкой, и комментатор, тогда у человека остается впечатление приятное романтики, он увидел сердце, он увидел петли. И моя цель для того, чтобы у человека было желание еще раз увидеть, и ему немножко не хватило, для того, чтобы он приходил. То есть, остался голодным, как говорят, да, зритель? Я сам очень много был на различных мероприятиях, видел пилотажные группы и выступающих государственных военно-воздушных сил. Там есть определенная программа, определенные задачи, и, например, вот один самолет летает в воздухе 30 минут. Какой бы он интересный не был, большой, маленький, быстрый, ну 30 минут это уже очень много и надоедает. Поэтому мы стараемся оптимизировать, чтобы людям очень понравилось. А вы сами по себе романтик? Конечно. Да, и вот когда, например, женой познакомились, вам пригодилось то, что вы пилот? Я пилот, она, ах, как здорово, как это романтично. Или наоборот, что же я буду ждать ваш ребенка? Да, можно было этим воспользоваться, но я сам по себе не хвастливый, не люблю использовать свои, скажем так, элементы, связанные с профессией для каких-то добивания целей. Да, она знала, она, наверное, с самого начала знала, что я в этой профессии, наверное, где-то слышал уже или через друзей видела. Вот, ну... А не было желания уйти в пассажирскую авиацию, например? Или как? Вот это все-таки какой-то экстрим, это привлекает? При всем уважении к пассажирской авиации, она очень сильно отличается от той авиации, в которой я нахожусь и находятся мои ребята. У нас в управлении все происходит на руках, так у нас нет ни автопилотов, ничего, и любые перелеты в другие города, в другие страны на выступления. У нас присутствует такая романтика, да, можно сказать. То есть ты не строго летишь по заданному маршруту, а пять метров можешь влево отойти, посмотреть поближе облако. Таких строгих канонов нет, получается? Они присутствуют, но есть рамки, в которых ты можешь, скажем так, позволять себе заниматься романтикой. Плюс у нас не только перелеты из точки А в точку Б, у нас идет выступление, это пилотаж, это фигура высшего пилотажа в группе, что априори является наивысшей степенью опасности в авиации. Поэтому у нас есть все различные возможные сферы авиации в нашей деятельности. То есть это не только монотонная работа какая-то, и с пассажирами мы работаем, мы катаем людей, которые хотят сделать фигуру высшего пилотажа. У нас очень много приезжают людей из Америки, из Израиля, из Европы. Они приезжают покататься, полетать или поучиться? Да, покататься. Вот буквально три недели назад мы откатали компанию Google, 25 человек. У них был тимбилдинг, они счастливы остались, мы счастливы остались. Почему они выбрали именно это место? Я не знаю. Они здесь снимали, я видела машинку шпионя. А вы сказали, что вы участвуете, например, в каких-то соревнованиях в других городах. Вы туда как добираетесь? На самолете прям лететь? С моим ходом, да. В 2017 году нас пригласили в Китай. Мы летели до Китая 6 дней туда, 10 посадок, и 11 или 12 посадок, уже не помню, назад. Фантастик. А как это организовать? Это же со всеми аэропортами договориться, с воздушным пространством. За три месяца очень большая работа, подготовительная, логистическая, и визы, потому что от Латвии до Китая это страны не Евросоюза, это Россия, Казахстан, Китай. Довольно такие строгие по пограничному контролю, по таможенному странам. В этом году нас тоже пригласили туда, и в конце сентября мы планируем туда опять лететь. А сколько стоит по топливу один час полета, например, самолета? Или минута, я не знаю, какой у него расход? Какой расход у самолета вашего? Все относительно в этой жизни. Вы взлетели и полетели. Вот момент, когда вы взлетели, вот сколько уже сразу было денег? Скажем так, наш самолет, Л-39, берет тонну 200, 1200 килограмм. В зависимости, дальше вот уже считаем, в зависимости в каком аэропорту, где, что, как. Ну у нас здесь. Хватает, хватает этого топлива. Вы же не на статоле заправляетесь, да? Вы же где-то как-то тоже, ну другое топливо. Но если мы говорим про топливо, то топливо стоит в районе 1000 евро за тонну на сегодняшний день. В зависимости там от налогов и так далее. Это и тысячи на сколько хватает? Это и тысячи. Если это пилотаж, то ее хватает на час. Если это перелет, то это полтора часа. А я думала, моя машина много ест. Нет. Оказалось, что нет. Ну да, есть. Но вот это мероприятие, которое пройдет, это шоу, оно заинтересовывает юных пилотов? Да, у меня есть определенные задачи, которые я не хотел выкладывать все в один год, то есть в прошлом году. Я хочу сделать год за годом некое расширение нашего мероприятия. С самого начала одна из задач была популяризация авиации в Латвии. И это комплекс работы, это и постановка палаток с университетами, с учебными заведениями, где молодые люди могут прийти, поздороваться с пилотом в форме, поверить в эту мечту, узнать, как до нее дойти, что для этого надо. Различные варианты предлагаются. У нас вторично в этом году будут участвовать и Аэрболтик, и ТСИ, потому что ТСИ на сегодняшний день тоже есть программа обучения полноценная, и инженерного обучения, и летного обучения. И, по-моему, будет инженерные университеты представлены тоже. То есть, да, на этом мероприятии мы хотим, чтобы и дети понимали, куда можно потом и как это осуществить свою мечту. Для того, чтобы вся сфера авиации могла собраться в эти два дня и показать, что мы можем, что мы умеем, и как двигаться дальше. А как с новыми кадрами, кстати, обстоят дела в авиации? Или с конкуренцией? Раз, и кто-то такую же петлю сделал с сердца. Ну, такую же красивую не сделаю, такую же красивую не сделаю. Надо уже что-то придумывать. С кадрами тяжело состоит, как и везде, особенно с летчиками, потому что, как я уже говорил, в основном молодые люди предпочитают уходить в авиалинейную авиацию. И потому что, может быть, не имеют представления, что такое наша пилотажная группа, да. И на самом деле необходимая квалификация для нашей пилотажной группы – это не только ряд теоретических знаний, а и человеческих, и практических. Потому что не каждого садишь в самолет, и он на все фигуры высшего пилотажа психофизиологически это выдержит просто-напросто. Поэтому, да, это очень сложно. То, что касается инженерного состава, у нас в Риге находятся два замечательных университета, которые готовят ребят. У нас уже три или четыре выпуска приходят ребята на стажировку, а потом далее продолжают работу. Насколько сильная авиашкола в Латвии? По инженерному довольно… ну, это бывшая РКГ, и сейчас это уже ТСИ, параллельная РТУ. Поэтому кадров достаточно выпускается. Мало того, что я знаю, их забирают в соседние страны, это и Литва, и Эстония, и Латвия. То есть у ребят есть… То есть востребованы. По летным кадрам сейчас ситуация не настолько, скажем, продвинута, как с инженерами. Но последнее веяние, да, это вот Айрболтик открыл свою летную школу, которая находится в Лепое, и будет иметь филиалы, скажем так, по Латвии. Сейчас, я знаю, есть еще две частные компании, которые предлагают обучение на пилота. Ну, сейчас есть такое веяние, что через год-два это встанет на очень хорошие рельсы и будет на очень хорошем профессиональном уровне. А у вас есть какие-нибудь, знаете, я не знаю, правила, которые… Ну, это же не правила, которые вы должны соблюдать, а, ну, не знаю, вот, Теннисис победил в Эмболдон, он должен травинку съесть. А вы там приземлились удачной. А, традиции, да, я слово забыла, извините, в понедельник. А у вас там не знаю, что крыло поцеловать. Никогда не давать меньше, чем за час интервью и фотографироваться. С чего мы делаем вывод, что Артем через час никуда не летит. Да, да, вот есть такая, скажем так, поговорие, поверка, поверие, да, наверное, правильно будет сказать. И, как в любой команде, перед полетом, садясь в кабину, мы друг друга, скажем так, руку пожимаем, либо пять даем. Вот, и даже доходило, вот если про смешные ситуации, да, если мне кто-то из членов команды не подошел ко мне и не дал, там, не пожал руку перед полетом, то я выхожу из кабины, иду, подхожу к нему, говорю, ты забыл, давай. То есть, ну, ты такой поверен. Обязательно, обязательно. У вас часы Брайтлинг, да? Да. Это обязательная фишка для пилота? Вот просто, вот как стал пилотом, получил диплом, сразу купил себе Брайтлинг? Нет, это часы-подарок после того, как я закончил заведение свое учебное. А у наших летчиков есть форменные часы с серийным номером. Это, скажем так, индивидуальный заказ от финской компании с логотипом нашей пилотажной группы. Кстати, они будут доступны во время мероприятия в палатке «Балтик Бис», где будут продаваться сувенирные материалы. Также люди могут подойти и посмотреть, и приобрести эти часы. Ну что ж, нам пора заканчивать. Давайте еще раз пригласим всех в эти выходные. Очень ждем 20-21 июля в Юрмальском аэропорту, аэропорт Тукумс. Будет шикарное мероприятие авиационное, насыщенная программа. Приходите с детьми, приходите с родителями. Всем будет место, будет где покушать, будет где съесть мороженое. С парковкой вопрос решен. Проблем никаких. Билеты покупать эти кит-шопы. Ведущий пилот группы «Балтик Бис» был с нами сегодня. Артем Солодуха. Спасибо, что пришли. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. До свидания.